Эта история про одну планету. Она называется Земля. На Земле есть суша, вода, атмосфера. В недрах есть полезные ископаемые. На поверхности есть горы, луга, степи, озера, реки, ручьи, моря и океаны. В небе светит солнце, плывут облака, дует ветер, идут дожди, падает снег. На Земле живут рыбы, птицы, звери. Но однажды на планете появились мы, люди. Мы стали жить, убивать животных, чтобы есть, вырубать леса, чтобы согреться, приготовить пищу, построить жилье, строить города, чтобы жить в комфорте, добывать полезные ископаемые, чтобы создать комфортную среду для жизни в городах, прокладывать транспортные коридоры и продуктопроводы, чтобы доставить добытые ресурсы в города, строить фабрики, заводы, ГЭС, ТЭЦ, АЭС. Чтобы перерабатывать ресурсы и получать энергию, топливо, тепло в городах. Создавать парниковый эффект, чтобы передвигаться быстрее в городах и между ними по земле и по воздуху. Так, добывая и потребляя ресурсы планеты, мы производим горы мусора и оставляем после себя отравленную, непригодную для жизни, сушу, воду, атмосферу. После добычи полезных ископаемых, мы оставляем терриконы, отработанные руды и пустые полости карьеров. Возможным вариантом исправления отношений с нашей планетой Земля может стать кардинальный переход от потребления исчерпаемых ресурсов к использованию восполняемых источников энергии, от парадигмы покорения нашей планеты к взаимодействию с нашей планетой, то есть разумное использование альтернативных источников энергии, солнца, ветра, приливов. Новые технологии распределения и многоуровневого использования атмосферных осадков, давления, движения, температуры. Это может замедлить процессы разрушения нашей планеты. Сбор и переработка мусора, использование вторсырья в производстве, развитие ландшафтных подходов в развитии городов поможет реанимировать процессы восстановления таких ресурсов нашей планеты, как чистый воздух, вода и почва. И через много-много столетий такого стабильного, разумного, эффективного управления ресурсами нашей планеты наши потомки смогут жить в гармонии с живой природой, видеть сады, парки, леса, луга, степи, купаться и плавать по рекам, морям, каналам, океанам, покорять горные вершины и подводные глубины, наблюдать за жизнью диких птиц, рыб и зверей, наслаждаться чистым воздухом, теплым солнцем и свежестью летнего дождя и зимнего снегопада. Не в виртуальной реальности, а в настоящей жизни на нашей планете Земля. Ведь дышать свежим утренним воздухом, прогуливаясь сосновым бару и наслаждаясь пением лесных птиц, намного полезнее и приятнее, чем вдыхать смог шумной городской магистрали.